добрый вечер дорогие друзья поздравляем вас с весной история нашего сегодняшнего вечера короткая изначально 11 мая был назначен мой сольный концерт видимо потому что 8 мая у меня день рождения вот такой ракеты концерты уроченные дни рождения но вы понимаете как обычно дело в том что дарить себе сольник на свой день рождения это это скукотище вы может быть может быть не знаете насколько скучно но вот я вам открою и поэтому я решила позвать в этот концерт людей художников сочинителей творчество которых меня восхищает вдохновляет заводит дает силы вот на данном этапе моего развития личностного творческого и всякого другого и поэтому я решила позвать в этот концерт старых таких старых приятелей во первых во вторых маститых поэтов только один человек на самом деле только с одним человеком я знакома не более нескольких месяцев а остальные всех я знаю больше 20 лет вот я считаю что это что это вообще хорошая тема для для концерта посвященного дате рождения вот я попробую начать наш концерт а потом буду вас вам дарить с этого своих товарищей теперь я встану у окна я расскажу что будет с нами как выйдем с голыми руками и скотинные времена и небо в хитрых кружевах укроет бога белым снегом и притвориться просто небом на наших поднятых руках так говорил сантехник нил мне о любите и витале и мы сибирскую глотали и он все время говорил и мы учились хорошо в его милах и личной школе а 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 Ох, how are you? Ну да, конечно, how are you? Love you, be happy, всё такое. Но что-то птицы над лепою, такое грустное вдвою. Всё не так, дед, не так, браток, на сухой ветке возникает цветок. Пока сидишь дома, читаешь Платона, глядишь на город с балкона. И говоришь странно, вот я в балкон, вот за плечом ангел, прохладный как сон. Меня зовут Паша, и я тоже считаю, что всё не так, как кажется. Всё не так. Субтитры подогнал «Симон» Аплодисменты. Аплодисменты. Тихо на свете уходит моряк, Меркнет в окошке свеча. Знаешь, я тоже люблю о морях, Книгу читать по ночам. Долго идти кораблю В сторону рушую лёгок, И чистые гор, хоть кружатся в веках. Знаешь, я тоже люблю Плыть из прошлого, Просто вперёд и вперёд К белым облакам. Знаешь, я тоже мечтаю идти С лёгкой и чистой душой. Верить, что я на хорошем пути, Знать, что уже я большой. Небо поёт кораблю Музыку лучистую, Он так далёк от земли, Он очень большой. Знаешь, я тоже люблю Знаешь, я тоже люблю Ждать его на пристани, Ждать по ночам корабли. Это хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Мастерин, весёлки, Матрочи юны, Музыка неба слышна. Вот и корабль идёт из страны Долгого, долгого сна. Знаешь, товарищ, я тоже хочу Выплыть из долгого сна. К синему свету живому Быть, как весна, как весна. Голоско распортно, Будет ли обморовать еще Аня с демоном прохладно. Равик в Берлине. Прохладно. В Мишу, И в Мишу, Мишу, Без пакет на дайте и В час, когда свод Небо становится красным Я еще сплю В лапах летучего льва Кто-то поет Здравствуй, Господи, здравствуй Как я люблю Детские эти слова Как я люблю Их развлечать через ветер Крик петухов Шорох шагов или шин Вдруг это ты С неба поешь на рассвете В белом таком Облаке вечной души Как я хочу В небо твое ненадолго Так на чуть-чуть Просто на пару деньков Просто узнать Как ты увиделся с Богом Как ты живешь В небе красивом таком Просто узнать Как ты увиделся с Богом Как ты живешь В небе красивом таком Как ты живешь В небе красивом таком Как ты живешь В небе красивом таком Под гребком Смотрели, как на небе растет полынья С желтым внутри огоньком Там ты превращался в одну из звезд Мы пинали банку по глухой Москве А ты улыбался, расплываясь от слез Но что ты за человек обо Москве Ветер по трубам Крышам и веткам Ветер гуляет по сердцу Качает его, как пирогу Ты человек Но почему-то становишься ветром Ты превращаешься в снег В огни на мокрых дорогах Мы тебя искали По пустырям Бегали по улицам, по вокзалам, домам Заглядывали в лица Все в галтырям И ты улыбался нам И носила нас, как осенний листок По местам назначенных Для слез и вина И как перекаченный Откетный бродок Боль победила нас Но человек Это не все, что зовут человеком Сколько на свете окон Где крутят твои пластинки А по Москве Ветер и ты становишься ветром Ты превращаешься в сон Звезды и снежинки Ангелы за нами Шли по кустам Прятались, дышали в высокой траве Пели нам заплаканным И пьяным нам Что боль превращается в свет У ангелы вокзалы Блики окон Кошка под грибком Небеса и бухло Когда мы все пропали И увидели сон Было уже светло И над судьбой Есть только неба И нет ответа Знает только любовь Что ты улыбаешься где-то И за тобой Нам не успеть просто так без билета Ты превращаешься в боль Боль становится светом И над судьбой И над судьбой Смычок Это штука Которой проводят по струнам Как по душе Сказал музыкант Махараца Володя И выпил Девятой уже Стакан Было видно Он не понимает Вина там Или может быть Кровь Но твердо сказал он Меня обнимая Смычок Это та же любовь И был это город Мне кажется Тума И клуб Это с танцами был Как мы оказались Там лучше не думать Такая Загадка судьбы И он обнимал Не меня Но Петрову Отличницу Ранней весной А я Обнимала Большую Борову И сказки Английская Дной И можно Однажды Исполнится Думой На гребне Каких-нибудь Скал Где станет Непажно Ухта Или Тума И кто там Кого Обнимал Но если Умру я В дыре Где играет Из музыки Только Сверчок Мне Будет Приятно Сказать Умирая Любовь Это Тот же Смерть Смерть Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Серый кардинал наших вечеров совместных — это Григорий Донской, замечательный сочинитель и поэт. У меня в голове происходят какие-то вещи, по нейронным дорогам несется опасная сила, А-а-а, зажигает во мне огонь, может, это костры у реки, может, это моя, или отец бирьяр. Но точно не я, это точно не я, это точно не я, не я. А я пиляю хвостом, а я просказаю между шерстеренок, а я сижу под мостом. Гляжу на ночные огни, гляжу на людей, как они глядят на огни, идут по мосту. Гляжу не знают, что я под мостом, а знали, и что, и что. А в моем маленьком сердце творятся огромные вещи, А-а-а, в капиллярной сети попала опасная сила, А-а-а, от нее зажигается кровь, я не знаю, что это любовь, или это маяк, Или отец бирьяр, но точно не я, это точно не я, это точно не я, не я. А я пиляю хвостом, а я просказаю между шерстеренок, а я сижу под мостом. Один в этом городе дикий котенок, гляжу на ночные огни, Гляжу на людей, как они глядят на огни, идут по мосту. Гляжу не знают, что я под мостом, а знали, и что, и что, и что, и что, и что, и что, и что. А сейчас я хочу предоставить слово поэту Алексею Тимоткову. Он представитель сразу двух творческих союзов. С одной стороны, это... Мандэчки, а с другой стороны, Кокулейти. Алконост, а с другой стороны, творческий союз на собаках. Прошу любить и жаловать. Ну что... Пока что еще сидячий исполнитель, а в скором будущем будет лежачий. Стихи... Только погасишь в комнате свет и зажигаешь по ней кругами, Возникает детский велосипед и путается под ногами. Светильник разума. Посвети под ноги. Я не хочу быть грубым. Я в самом начале большого пути. А уже соседи стучат под руками. Когда, раз хочешь, все на свете, Закроешь... Погасишь свет, закроешь рот, Они придут к тебе, как дети. Оно придет, она придет. Преодолев года и версты, Пугливой стайкой приплывут. И прежнее твое упорство Растят, хотя и не поймут. Они уже, быть может, рядом. Лишь дожидаются, когда ты станешь Безмятежным взглядом Из ниоткуда, никуда. Меня попросили прочитать два стихотворения. Пару стихотворений. Это была пара стихотворений. Наверное, для вас не секрет, Что мы собрались, В частности, по поводу дня рождения Оли Читиной, Который был совсем недавно. Кроме того, сегодня, Еще так получилось, сегодня день рождения Тоже замечательного человека Венедикта Ерофеева. Сегодня день смерти Венедикта. О, Господи, да, 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 День рождения 25 октября. Ну, ты все мне испортил. Я даже не знаю, сейчас я убегу С позором вообще отсюда. А вот... Ну, нет, правильно, правильно. Так даже интереснее было бы началось. Было бы скучно, если бы я все сказал правильно, А ты бы ничего не... Ну, вот. В общем, два этих замечательных повода. А я думаю, просто какой, кстати, сегодня с ног перепостил Мой квиз двухлетней давности про Ерофеева. Я потому что день рождения, А когда вас где-то не знают, ну, неважно. Вот. Ну, в общем, вот такие дела. Сейчас мы будем петь песни, Если вдруг вас это не удивит. Хорошо слышно, например, гитару, нет? Не слишком громко там что-нибудь слышно? Или, может быть, слишком тихо что-то слышно? У меня очень заложен нос, извините. Просыпаешься утром, тут нет никаких планов, Но звонят какие-нибудь хорошие люди, Предлагают опять провести время вместе. И так каждый день Открываешь глаза, Все заливает светом, Никаких забот не видно на горизонте. И выходит, что Выходит, сегодня праздник, И так каждый день Хорошо сидим, Хорошо мы проводим время, Так легко и просто, Раскованно и приятно Сверешь стекло, Потом отстираешь пятна, И так каждый день А по ночам Прилетает комар за кровью И бутылка тихо склоняется К изголовью К изголовью Но уже давно Ничто не вредит здоровью И так каждый день И так каждый день И вот Новый год И так каждый день И вот Новый год Только то, что приснится, Только тем и питаться, Никуда не стремиться, Ни за что не держаться, Волны летнего зноя, Хлопья белого снега, Это все для покоя, Это все для ночлега. И так каждый день Расшнуровывай Расшнуровывай И кеды, Распрягай Клесницы, Не нужны мне победы, Кроме той, Что приснится, Там за ультиматуре, За последней надеждой, Тень оставлю на стуле, Рядом с мятой одеждой. Уходите навеки, Погасите светильник, Опустите мне веки, И не ставьте будильник, Я проснусь на рассвете, Вот на местной палате, На далекой планете, На широкой кровати, На далекой планете, На широкой кровати. Спасибо. А дальше мне поможет, наверное, Гриша, потому что я вообще разучился давно играть на гитаре, выступать на концертах. Если что, там есть пара моих дисков, Можете купить, там еще все нормально звучит, Не так сейчас. Да, 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 гораздо. Сейчас мы с Гришей попробуем что-нибудь еще продолжить. Какие-то серьезные все, не знаю. Сейчас мы вносим именно технического, Большого хаоса, Вашу скучную жизнь. Да. Я знаю, что Алексей может петь под любую гитару, Любой настройки, И не настройки, Но... А что, она была сильно расстроена, да? Я думал, что про саму исключительно про свою. А, нет, я просто не знаю. Я, по счастью... Ты звучал великолепно. Не, я так долго ничего не играл, Что я уже, по счастью, Мои слух атрофировался, Я уже мало... Не обращают внимание такие пустяки. Ну ладно, не важно. Расцветают вишни, проезжая транспорт, Не приходят гости. В городе сыром, в городе холодном. Замерзают руки, дорожает водка, Не проходит юность. В городе сыром, в городе холодном. Все часы не медлят, все слова не значат, Все такси подходят. В городе сыром, в городе холодном. 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 Замерзают руки, дорожает Не проходит юра. Вот, а сейчас мы споем песню нашего друга Сергея Тваханова, которую мы уже несколько раз пели тут, как-то послушаем, да, вот, на стихи Марины Марсаловой. Просто, понимаете, весна и вот эта вот алкогольная тема, она как-то сама собой всплывает. Хорошая тема, в самом деле, я считаю. На любой случайной пьянке, в каждом скверном городке, На далеком полустанке, на неведомой реке Есть всегда один, который меньше многих пьет вина. Встанет он, подвинет штору и застынет у окна. Если пустоять немножко, эта тьма уже не тьма, Серебристая дорожка, деревенские дома. Терпеливо, терпеливо человек глядит во тьму, День прошедший, миг счастливый, Больно вспоминать ему. Больно вспоминать ему, а зачем он вспоминает, Если больно вспоминать, Этого никто не знает, Кто же может это знать, На любой случайной пьянке, в каждом скверном городке, На далеком полустанке, на неведомой реке, Есть всегда один, который меньше многих пьет вина. Встанет он, подвинет штору и застынет у окна. Встанет он, подвинет штору и застынет у окна. Встать на сцену? А Оля все скажет. Вы знаете, давным-давно Леша работал проректором по АХЧ в Литинституте. Это было в конце 90-х годов. И там, собственно, мы все и собирались в каптерке. Я не помню, как она родилась? В столярке. В столярке. Мы все собирались в столярке. И примерно с тех же времен я помню Ольгу Нечаеву, руководителя творческого объединения «Алконост», которую мы и сейчас с вами выведем. Я услышу. Добрый вечер. Как ни странно, но я вот тоже вот Ольгу и еще некоторых людей помню тоже по столярке. 80 лет назад. Да. У некоторых еще более давно. Так. Ну вот, еще раз поздравим Олю с днем рождения. Ура! 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 Покуда мы живы, и водка не стала водой, Пока не разменим последний, заветный «пятак», Все беды и горести нас обойдут стороной. Хотя не сложилось, и вышло не то, и не так. Приемник на кухне, бормочет о новой войне, Шипит, пугает, и египетской казнью грозит. Заткни ему рот и давай посидим в тишине А то не услышим, как время по венам скользит Простет расстояние, рукой уже не достать Сгущаются сумерки, я не увижу лица А память ложится на сердце моё, как печать Уводит меня и перебудет со мной до конца Город пришпелен к пространству огромной булавкой Город, построенный между асфальтом и небом Медленно тянется в очередь винную лавку Пахнет прокисшим вином и отравленным хлебом В городе вечном дождении кончается лето Шорох вечерний газет расплывается в дыме Тысячелетий назад мы построили это Город, где мы никогда не умрём молодыми Дрожит моя рука, горит моя звезда Но вот никто ещё не говорит со мной Куда ни посылай, я всё приду сюда Не те слова, не те, порядок их иной Диктуй, 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 держи меня в руке Как ручку, выводи невнятные слова Не оставляй меня, запрячешь в уголке Забудешь по пахах, а я опять жива Я все твои слова, я весь твой алфавит Голосовая щель, запомню тобой Горит моя звезда, рука моя дрожит Но вот уже никто не говорит со мной В кулаке шевелится, щекочет Жёсткими над крыльями поводит В тесноте мечтает о свободе И привыкнуть к темноте не хочет Ах ты насекомое создание Маленькая жизнь Ну что, лети же Подношу кулак Губам поближе Бормочу смешное заклинание А зверушка божья коровка Поспеши, скорее лети на небо Принеси горячего мне хлеба А вот счастье попросить неловко Как она рванёт во все опорки В чистом небе Лёгкой точкой станет Не заметит, как меня обманет Не пришлют мне И горелой корки Нет ни крошки Но осталось это Затяжное Выцветшее лето Пошуршать Листвой над головою Лечь под ноги Высохшей травою Цикл стихов О португальском поэте Фернанда Песова Был такой персонаж Очень известный В Португалии Сделавший В общем Всю португальскую поэзию 20 века У него Было очень много Персонажей Легитеронов То есть он написал стихи Не только За разных Других Авторов Было у них У него там Подсуд Вот Здесь просто Про это все Немного упоминается В этом Цикле Но на самом деле Все это не имеет Ксихоте Никакого отношения Конечно Просто это я Вот знаю Что они Так И вот вам Про это расскажу Значит Первое стихотворение Называется 30 ноября Это День смерти Создай чужую жизнь Взрасти чужую смерть И будь самим собой Каким бы языком Ты не владел Тебе И не одолеть прибой На краешке земли Где бьется океан В пустые берега Смотри Уходит даль Поднявший паруса Торжественный фрегат Так что с того Что ты Не разбираешь слов Не знаешь языка Рассеянное зло В усталом кулаке Сжимаешь горсть песка Куда б не завела Тебя родная речь И зрячий поводы Там все Кусты да пни Да чахлая трава Да выжженный пустырь Играть чужую жизнь Что жить в чужой игре Не ведая имен Ты все Спешишь на зов Туда Где чист Тихо пуст Прозрачный Лиссабон В исходе ноября Ты тени соберешь За праздничным столом Их много у тебя Но обойдется смерть Единственным числом Стекает по стеклу Дешевенький портвей Опражни стакан За португальский бред Неведомый язык Шумящий океан Проходят дни А Нет Отсюда Извините Нет Что-то я принесла Здесь У меня здесь книжки Все неправильно устроено В небе лежит золотая луна Словно монета Не захлебнись Покружаясь до дна В запахе лета Вьется неспешный Трехсложный размер Мерный Привычный И отзывается музыка Сверх Голосом птич Мне бы кружиться Под нос Бормотать Медленный вальсик Я ничего не умею сказать По-португальски Кроме того Что тобою Да ну Это словечки Видишь, как тучу Носят луну Словно колечко Праздник так праздник Июнь Благодать Водка Закуски Я ничего не умею сказать Даже по-русски Кто там поет далеко-далеко Жизнь моя Тыль Может жилось нам когда-то легко Да позволь АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу прощения Я, конечно, очень вовремя Простудилась Офелия, плыви и пой Офелия, подно бреди Офелия, дыши водой И береги ее в груди Офелия, какой Шекспир Какая Дания Очнись Ты видишь Изменился мир Вокруг тебя Другая жизнь Офелия Иной сюжет Чужая местность Век не тот Ноябрь Почти сошел на нет Который день Все тот же год Да 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 Давай ты успокоишь Кашля А мы пока Это Поймем И вот на сцене оказался Руководитель проекта На собаках Григорий Донской Я выполню роль Технического работника И это понятно Да Вот Значит Поскольку Здесь как раз Прозвучало Сочетание слова Название Будет с нами Он умер в прошлом году Но Но Все равно На собаках Останется компания Из четырех человек Даже когда нас Трое Нас все равно четверо Вот И Вот этой компанией Мы Как-то общались Пели Песни Каждые Свои И Время от времени Другому Тоже на сцене Помогали Петь Песни Получалось Смешно Сейчас Мы И Попробуем Сделать То что Пока что Двоем А Это Это же Моя Песня Да Сейчас Будет Наконец-то Песня Григория Донского Чтобы Оценили Уровень Его Творчества Обычно Оля Говорит Что Она Эту Песню Поет Лучше Она Ее Рассказывает Поскольку Я ее Пою Сейчас Раз В Несколько лет Всякое Может Быть Я Тоже Скажи-ка Мама Ведь Мне Да Ты Закончила Вуз Я Знаю Мама Что В итоге Я Родился Но Туз Крестовый Выпал Мне Дорога Мне По жизни Легла Я Заблудал Но Ты Ты Лолог Мама Как Ты Могла В Твоей Моде Жижне И Моей Царит Полнейший Бардак Еще Немного Берешь Мама И Пойду На Филфак В Натуре Мама Наш Пахан Сказал Я Клевый Пацан В Натуре Мама Он Сказал Так А Пахан Нечухан Но Ты Знаешь Что Фил Я Да Муз Как Костей Я Не Могу Без Толстого И Жалею Детей А Где Так Как Я Найдет Подругу Клевый Чувак Не Сум Лепайся Мама Пойду И Пойду На Филфак Вокруг Вокруг Такие Мама Рожи Я Уже Не Могу А Мне В Девчоночку Влюбиться Что Читала Маму А На Филфаке Как Известно Гене Чистой Красоты Я Знаю Там Девчонки Мать Они Такие Как Ты Я Знаю С Ними Мы Сойдемся В Интересах И Так Я Сижу Мама И Приду На Филфак Я Долбанулась Башкой Оберозом Какая Житель Я Матеря Задираю Башку Я Затыхаю Желтый Под Огромным Картом Напрягается Петка И Время Огибает Его Дормозит И Уходит В Пусты Извините Я Уговорю Мне Вот Скоро Полвека Я Иду Издалек И Ныне Не Вижу Пути У Меня За Спином Больше Нет Одного Человека И Теперь Я Не Знаю Куда Мне Отсюда Идти И Признаться Еще Я Не Помню Откуда Пришла Я И Признаться Еще Хреновато Мне Ныне До Сля Шла В Жопу Ответил Мне Кот Со Своими Делами Вот Туда Слыш Откуда Погода Насквозь Ну Пошла Хорошей Своей Белоснежной Рубашей Заблудила Замерно Пришла Втроем И Что Разве Что Полежать У В 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 Золотом Океане Гороли А Какие Рыбки Или Может Какие Цветы А На Мегал Чук Рубь В 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 Огибала Меня А Потом У Огибала Меня А Потом Уходила В Пустырь Огибала Меня А Потом Убегала В Пустырь А А Тесня Ольги Чикина Ведом Называлась Кот Не глядя ты, Маша, сука, резина Я такой хороший человек У меня так много в этой жизни Городов, лесов, полей и рек У меня папашины пластинки У меня кутузов на коне У меня бумажные снежинки На твоем заклеенном огне А твоё заклеено окошко А ещё родная у меня Космонавты, девушки и кошки И цветы для вечного огня У меня рубашка кружевная Шостакович, лётчик и песна Широкая страна моя, родная Очень шарапа моя страна И я плыву с работы, как по морю Я гляжу в ночное серебро И в моём космическом просторе Есть луна над маленьким двором Где поют качели под натошко Сильники играют в домино И она твоя пятиэтажка А твоё заклеено окно У тебя цветастые дорожки У тебя ромашки на огне А меня не видно из окошко Широка страна моя, родная Широка страна моя, родная Я знаю, что делать с первым отделением Наверное, можно проще его закрыть Вот, чтобы пришло второе И вот как вы думаете У нас была ещё такая мысль Может быть, нам вас выпустить на сцену Чтобы вы почитали стихи своих любимых поэтов Не хотели? Ну и ладно Друзья, давайте осмелимся начать второе отделение Потихонечку Просаживайтесь поудобнее Можете брать с собой кружки, еду, мишки Нашу музыкально-литературную встречу Продолжает Ольга Нечаева Здравствуйте Попробуем опять Так, что было стихотворение про Офелия? Офелия, плыви и пой Офелия, по дну бреди Офелия, дыши водой И береги её в груди Офелия, какой Шекспир Какая Даня, очнись Ты видишь, изменился мир Вокруг тебя другая жизнь Офелия, иной сюжет Чужая местность Век не тот Ноябрь почти сошёл на нет Который день, всё тот же год Офелия, какой язык Когда ты попросту нема Зажми во рту ладонью крик Молчи И не сходи с ума И не сходи с ума Все умерли А ты жива Все вышли Ты осталась здесь Во рту вода Вино Слова И ты глотаешь Эту смесь Не удержать в себе Имени и судьбы Всё протекает сквозь Жадное решето Что же теперь жалеть Если бы Да кого Вот и выходит всё Как-то не так Не то Чувствуешь Как следит Неутомимый глаз Слышишь Небесный хор Или вороний край Кто-то сближает нас Соединяет нас Кто-то сшивает нас Наскоро Через край Пятками по стеклу И головой облёт Только прорваться сквозь Выйти на белый свет Кто же сшивает нас Ты погляди Снуёт В божьей руке игла Только вот нет Нет Вышел в люди Никого не нашёл И отправился Вперёд на Абу Там поспешно Накрывали на стол И устраивали Праздничный шум Оказался там Не узнал Не зла Не татарин Так Седьмая вода И был вылет Подходящий стакан И был выплеснут Затем В никуда И потёк По бесконечной стране Кровной каплей Встал в её родниках Но она не покраснела И не удержала Незнакомца в руках Так и плыл себе Чужак чужаком Размышлял О неудачной судьбе Выпадал С под небеси дождём Тарахтел По водосточной трубе Ну а высох И пропал Без следа Не остался Даже грязным пятном А бескрайняя страна Никогда Ничего не вспоминала О нём У меня тут Как бы Получается Или не получается Но как-то Имеет место Такой цикл Под названием Условно Песня о родине У Сергея Труханова Был тоже Такой цикл Под названием Условно Песни старых советских кинофильмов Мы с ним ещё хотели сделать Такой проект Поскольку стишки Я пишу как-то Редко Нерегулярно И вообще раз на раз Не приходится В общем он результат Не получился Но в цикле пока Два стишка Но я думаю Что может ещё Какие-то подтянуться Вот Труханову говорил Что это надо читать Голосом Чемоданова Но я думаю Что у меня уже Такой голос Что я и так справлюсь Первый стишок Это баллада Любви и родине Положено в балладе Все умерли Много было песен У моей земли Расцветали груши Яблони цвели Что ты на моёше сердце Разве ты забыла Как Катюша пела На берег ходила Был я пограничник Стал я хулиган Гнали меня по миру Ветер и туман И пылил по свету Я не чуя ног У тебя, Катюша Я любил как мог Ах, Катюша, Катя Белая берёза Променяла парня На зампред колхозы Но не надо, Катенька Вспоминать о нём Под кустом ракитовом Спит он вечным сном Мне сказал он только Сдавлено дыша Что была Катюша Ой, как хороша Это правда, Катя Как ты хороша Нет тебе подарка Окромя ножа Расцветает роза На груди твоей Нет цветка нежнее Нет любви верней Что ты там сказала Мне на берегу Что родную землю Я не берегу Разве был кто с нею Бережней, чем я Не пахал, не сеял Не топтал жнивья Рыл могилы Так, чтоб не задеть корней Но таскал на сапогах Звал её своей Клёны и осины Знал по именам А теперь навеки Стану ею сам С берега крутого Не было и нет И за мной осыплется Яблоневый цвет Расцветали груши Яблони цвели Нету песни лучше У моей земли Примерно том же И того времени Помнишь, когда-то Тик-тигиду Пела царкачка В небо уйду Пела летела И при луне Нынче мерещится мне Помнишь такое Было кино Чёрное-белое Очень давно Дружба народов Братство навек Ах, как дышал человек В ровном биении Дружных сердец Каждый друг другу Брат и отец Каждый друг другу Мать и жена Пела большая страна Ах, как с экрана Песня неслась Как нас любила Советская власть Строила Стригла К счастью звала В чёрную землю Клала Но посмотри, как Славно летит Глупая девка Прямо в зенит Что же, давай-ка Ей подпоём В небо Уйдём Вот так выходишь на дорогу А там лежит твоя земля Она не то, что мне, бля, к Богу Хотя бы не ответит, бля А мы живём в своих палатах Как будто вовсе не тут Как будто ангелы в халатах Вовек за нами не придут Прекрасно всё, что не случится Путь свинцем Небосвод высок Заткни же внутренняя птица И клюнь не стучи в висок Они со мной говорят На незнакомом языке Они выходят на парад Сжимают дудочку в руке Они со мной говорят Но я не знаю их порог Я отвечаю не в попад Я не выгралась в эту роль Пустое небо надо мной Закручивается в спираль Автомобильчик заводной Уехал в сказочную даль Там хорошо Там виноград растёт А то и апельсин Они со мной говорят А я не отвечаю им Спасибо Григорий Донской АПЛОДИСМЕНТЫ Исторически складывается Что подряд идёт Даже объединены Несколько праздников Которые нам напоминают Что чувство любви к родине Важное чувство для человека И личность человека Должен чувствовать Хотя бы периодически Любовь к родине Это чувство очень простое И очень сложное Оно Глубокое Многоуровневое Разное И нам Вот прямо вот В одни Вот буквально в одни дни В один день В два дня Нам сразу Подарили День Победы День рождения Была такой жалую И день рождения Ульги Чикиной Поздравим ее еще раз Пользуясь случаем Обращу ваше внимание На то Что на ваших студиях На ваших сиденьях Креслах Были флайеры И я хочу пригласить вас На фестиваль Белое озеро В Подмосковье 2 июня Глубокое Очень интересный состав Гостевой И Ольга Чикина И Роман Ланкин И Юлия Зиганшина Две замечательные команды Фолк И фолк-роковая команда Возвращение Оперег Будет очень интересно Программа культурная Мини-культурная Тоже будет Очень Интересная Физкультурная Программа будет И Масса арт-объектов И этот фестиваль Тематический Называет Он имеет в этом году Название День доброй воли То есть Добромольческий Такой фестиваль Ну то есть В принципе Все мы Если там окажемся То это будет Такой акт Доброй воли Добрая воля Если подумать Она одновременно И свободная И добрая Вот если она Свободная То значит добрая Нет не так Если она свободная И добрая Значит она Добрая Если она не свободная Значит она Не добрая Не совсем Не вполне Вот как-то Вот так вот С добровольцами Очень интересно У нас правда Сейчас есть Такие добровольцы Которые Самовольцы Такая странная Произошла С добровольцем С таким понятием Метаморфоза Собственное Время Об этом Я хотел пригласить Вас на этот Фестиваль Этот фестиваль Четвертый раз Пройдет Первый год Он прошел У него участвовал Сережа Труханов Один из Нашей команды На собаках И Мы попробуем Сделать Мы попробуем Сделать небольшую программу И памяти Сережи На этом фестивале Теми сегодня Которые у нас будут И я наверное Все таки Начну с песни Которая Которая написана Сережа Мне хочется Это сделать Хотя вы знаете Потому что Так получилось Что многие Тексты Которые звучат Сегодня Вот И будут звучать Они звучали В песенном Варианте А может Мне какой подаст Там где-то Какой нибудь Подаст Сейчас подожди О, я его нашел Нашел Уже потерял Уже нашел Это стихи Григория Кружкова Уже нашел Уже нашел Григория Кружкова Уже нашел Уже нашел Уже нашел Уже нашел Все изменяется, кроме палочки от эскимо Юные парочки молча придут из кино Там, в бенитаже, с угла, что дрожит Старая дома смотрит на Симон брюши Лучше не думать о том, где ее мужья Там, где лежит он, лежит лишь его стерженек Лучше не трогать скрипящие створки Все изменяется, кроме палочки от эскимо Этот картур, заключавший в себе божество Время слезало царское имя с него Тонкая палочка выбильная добила Где ты, русачка, ночью сегодня была Спят динозаврихи на пустыре горском На птицефабрике пляшут петух с петухом Тонкого трения реет в ночи аромат Спят вожделения, воспоминания, спят Старая дама обшаривает пиджаки Чьи-то в комнате тихие веют шаги Даже дракон отрехлял на ее кимоно Все изменяется, кроме палочки от эскимо Субтитры создавал DimaTorzok Я спою несколько своих песен Относительно новых Это песни из цикла «Бессарабские песни» Пусть все с позволения Ули, хозяинка семечного концерта Я спою несколько бессарабских песен Они не настоящие Они бессарабские Так что, в принципе, далеко друг от друга В нашем понимании, где бессараб и все остальное Первая из этих песен будет гагаузская Она тоже не настоящая И когда я ее писал, я был уверен в том случае Когда я не встречал, я дал гагауза Поэтому имею полную творческую безответственность И смотрю полную творческую безответственность Художнику иногда очень важно впадать в ощущение безответственности Творческой Поэтому здесь это ощущение мы посетим Я написал гагаузскую песню Она называется «Чичибучи» Реки гагаузская Смотрит строго, милая с порога Расскажу о себе немного Вы меня помните едва ли Жил на школьной, гель-дышом звали Ай-Лу-Лэй, 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 чичибучи-лэй Где я рос, тополя, ели Пласт, столовка, топали, ели Жгли, горели, потом тушили Умирали и опять жили Ай-Лу-Лэй, 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 чичибучи-лэй Дурачком я подживался, Отличился, не подживался, Всё сходило мне, как вода с гуся, Жил Чунтила, а теперь боюсь. По саду запускал ракету, с той ракетой пролетел по свету, пролетел, прокатил на шару, а теперь дайте мне гитару. Ай-Лолей, ай-Лолей, чей-чепученый, пролетел Киев в Польшу, дальше, выше, не могу больше, не могу больше, хватит мне столько, далеко до свадьбы, а уже горько. Ай-Лолей, 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 чей-чепученый, ай-Лолей, 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 чей-чепученый, потому что жизнь делил с болью, потому как песни пел с болью, и теперь спеть хотел не эту, поменял бы, но другой нету. Ай-Лолей, 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 чей-чепученый, ай-Лолей, 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 чей-чепученый, ай-Лолей, ай-Лолей, чей-чепученый, ай-Лолей, ай-Лолей, чей-чепученый, ай-Лолей, ай-Лолей, чей-чепученый. Зацвела черёбуха, черёбуха, черёбуха. Ах, а вода за нею всё не идут, не идут. Принесла на родину судьба меня волухом. Лепестки по ветру, а корешки тут. Принесла на родину судьба меня волухом. Лепестки по ветру, а корешки тут. Вы сады майские, сады райские. Так бы дышать, да пьянеть без вина. Не торопи, судьба меня, будь ласками. Где-то здесь жизнь моя живёт так дана. Дни стоят добрые, работа злая. Капорулями махать, да песни петь. Бережёт меня Бог, для чего знает. А откроет, когда, вот бы не срабеть. Бережёт меня Бог, для чего знает. Заспела черёмуха, черёмуха, черёмуха. А холода за нею, всё не идут, не идут. Принесла на родину судьба меня волухом. Лепестки по ветру, а корешки тут. Принесла на родину судьба меня волуха. Лепестки по ветру, а корешки тут. Ты беги, 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 убогая. Дорога пыль, щепа облака. Лошадка тёмная, кривоногая, потеряла седока. Лошадка тёмная, кривоногая, потеряла седока. Пишет. И ехали два друга, не разлить вода. Аiance, куда, ане другой туда. Вместе пили, вместе пекешали, вместе. В степи заночевали, ты беги, 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 убогая. Дорога пыль, щепа облака. Лошадка тёмная, кривоногая, потеряла седока. Наша-то тёмная, кривоногая Потерялась и до конца Огонёк степи ворчит сверчаку огня Глядя, сел старичок Пел, как мел, мох в бороде Чуют неладное быть пить Вам, ребята, я хочу помочь Выпал бессмертие Вам в эту ночь на двоих одно А ежели с умом, ежели без ума Не пожалеть бы потом Ай, брось, отец Ты не стращай, а ты вяжись Будет всё по-честному Свякнула меч И одному выпала бессмертная жизнь А другому выпала бессмертная смерть Ты беги, 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 убогая Дорога, пыль, седа, облака Лошадка тёмная, кривоногая Потерялась и до конца 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 Будто сон и испарился дед Во степени шайни, а он и постели плед Вот один проснулся и вроде как свет А другого нет, простой свет Вот он постоял А помахал рукой и пошел Пошел, пошел, пошел искать Корчу, поминать, пить да вспоминать Какой, какой другу выпал жребий А какой ему день идет Год и ведет память К человеку не идет Шли цыгане, песни пели Две лошадки бубенцами звенели Ты беги, 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 беги Убогая дорога, пыль, степа, бурака Лошадка темная, корила ногая Потеряла седока Лошадка темная, корила ногая Потерялась Сидека, лошадка темная, и Desinoняя Потерялась Сидека, лошадка темная, и Desino explode Потерялась Сидека Бесаравская песня называется Бесаравская песня В бесарабской этой песне есть настоящие бесарабские слова Которые можно от души всем желающим Спеть в любой тональности Главное сердце, можно внутри себя Иван Иванович слова Типичные бесарабские слова Иван Иванович Репетировать не будем Просто дам знак и вот Иван Иванович Вышел, вышел Молдаванин Ой, молдаванин Молдаванин был оттой Ой, работы много-много Много-много дел, он постоял, посмотрел и сам пел. От Меридиана до Меридиана, От широты до широты, Дикая Лазоварская Диана, Бессарабия, сришься мне ты, От Меридиана до Меридиана. От широты до широты, Дикая Лазоварская Диана, Бессарабия, снишься мне ты, От Меридиана до Меридиана. Меридиана до Меридиана, От широты до широты, Дикая Лазоварская Диана, Бессарабия, снишься мне ты, Дикая Лазоварская Диана, Бессарабия, снишься мне ты, Ай, вышел, вышел Балдаванин. Иван Иванович молодой, Наш золотой, Он вина не хочет кушать, Он желает песню слушать, Дикая Лазоварская Диана, Бессарабия, снишься мне ты, От Меридиана. Меридиана до Меридиана, Бессарабия, снишься мне ты, От Меридиана до Меридиана. Меридиана до Меридиана, От широты до широты, Дикая Лазоварская Диана, Бессарабия, снишься мне ты, Меридиана до Меридиана, От широты до широты, Дикая Лазоварская Диана, Бессарабия, снишься мне ты, Я смотрю сейчас еще одну песню из совсем старых вещей, это была Бессарабская песня, я смотрю венецианскую песню, из тех времен, когда, когда, из очень давних времен, венецианская песня. Я помню одну из примеров этой песни в каком-нибудь, в очень маленькой комнате в студии «Остров», которой заведовал Женя Слабиков, и в гости пришел Владимир Лазберг, Владимир Александрович, и мы были с Олей, Оля что-то писала в то время, свой диск, я что-то записывал, а Лазберг очень интересовался, что молодежь, ну, тогдашняя молодежь была, мы же молодежь, мы же молодежь, что молодежь пишет, вот, и мы пели какие-то новые песни, вот, и вот одна из примеров была тогда венецианской песенке. Если я, брат, умру в провинции Это лучше, брат, чем на связи Обещать не могу, но, в принципе, если к этому будет тенденция Не в больнице, тогда в милиции Есть кому довезти До кондиции Не милиция Так интеллигенция А весной Здесь почти Венеция Если не осуждена жизнь в провинции И это лучше, чем смерть во смерти А где ж ты, жизненная моя позиция Из амбиций только и эрекция Улететь бы куда-то не птицам Не во Франции мы В провинции Жизнь нам видится Как ретроинспекция А весной Здесь почти Мнец О, как слаб твой Провинция высприняна Как пусты по ночам твои улицы То в них слышно Как хлопают выстрелы Позапрошлые еще революции То в них грянут работы Строительные То система рванет Отопительная Где спасительная Санинспекция Говорю, здесь почти Венецию Там с самольцами Перепаханная И правительствами Перетраханная Ты вот-вот разродишься Пушкинами Между Плюшкиными И Ватрушкиными В этих улицах Здесь, где по глупости Жизнь Кончается вместе С юностью И по Пушкинской Мы с товарищем Никуда не будешь парим На кладбище Только улочки твои Безобразные Через все идут Полушария Где вы, девочки наши Разные-разные Где глаза ваши Карикария Три-два папина Мамина талия Где пластинка Мэйден и талия Красный галстук Черемуха Белая Выше рюмку Гуляй Куберния Я спою еще одну песню Она авторства Сережи Труханова Почему я вспомнил про студию Евгения Слабикова Потому что в студии Слабикова Был записан Один из дисков Сережи Вот последнего времени И он как раз вышел В коммунике рождения Сергея Так что Можно сказать, что Новый диск У одного из участников Проекта на собаках А сейчас Песни Которую Я собирались попеть Девятые товарищи Они сейчас придут Конечно Пять лет назад Когда у меня был концерт Такой день рожденческий Я взялся Сережу Труханову Сережа пришел И спел мне Со сцены Такие слова Зачем тебе кошелек? Зачем тебе кошелек? Зачем тебе кошелек? Так он и спел Зачем тебе кошелек? Зачем тебе кошелек? Зачем тебе кошелек? Очень трогательно В день рождения Мы услышали такие слова Зачем тебе кошелёк? Первый мне подарила мама По случаю окончания четвёртого класса Через неделю украли А в нём был только список матерных выражений Которые я собирался выучить первому сентября Зачем тебе кошелёк? Зачем тебе кошелёк? Второй отобрал троллейбусный контролёр Зачем тебе кошелёк, если нет на штраф? Зачем тебе кошелёк? Зачем тебе кошелёк? Зачем тебе кошелёк? Третий я съел Голодал в Ленинграде студентом Вырезал кнопку, вытащил нитки Посолил, сварил, сживал На вкус он был, как кошелёк Зачем тебе кошелёк? Зачем тебе кошелёк? Зачем тебе кошелёк? И вот теперь, через много лет, подарили новых. Зачем? На всякий случай. Зачем? Пригодиться. Зачем? На черный день. Зачем тебе кошелек? 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 Я вот это самая рыба, потому что они все разные, а это самая тупая. Так, в честь этого праздника многие попытаются читать стихотворение наиболее оптимистичного характера. Сидя в комфорте своей каморги, осознавая, что идиот, я размышляю о том, кто в морге, кто опознали, напрасно ждет. Снова заела мою пластинку, а что же если, а если вдруг приду, поднимут с лица пластинку, а я не знаю тебя, мой друг. А никогда нет ничего, на темной кухне два три бурка и три спальни, ого-го, под шум машины в переулке. За стенщими чужой иют, и козочка по кличке шкурка, молчание чего-то ждут, почти пустой стакан и булка. Всего три капли, кап-кап-кап напитка с привкусом полыни. Твой муж придет, откроет шкаф и нарные оттуда хрынет. Знаешь, бывают порой случаи, Санта пришел, и вот в руки легли золотые ключики. Кто и не шевельнет? Страшно в руке, очень страшно ключиком. И так дурак стоишь. Санта, как сейчас это измучено? Боже, о чем грустишь? Я каюсь, 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 по вечерам, по вечерам, ко мне приходит Санта Клаус, приносит вечное сто грамм, а утром только успокоюсь, приходит Санта, но иной, в татуировках весь по пояс и черные крылья за спиной. И говорит мне прямо в глухо, без кивоков говорит, вставай, иди работать, сука. Такой вот зимний говорит. Держи меня, не отпускай меня, поймай меня на шутки, на улыбки, в твоей ладони гладкий камень я, в твоей душе я шепот, я ошибка. Держи меня, как камень, перед тем, как он поскажет, поводя по глади. Я самый дурацкий из стен, они мне пишут девочке в тетради, шепни, что я другой, я ведь иной, ты точно знаешь, полететь куда мы, плек-скок, плек-скок, погладив у темной, потом на дне, как и стальные камни. Уходят, девчонышка, шаг за шагом, сапожки топ-топ, топ-топ, мальчишка ее провожает взглядом, последним, как будто в гроб. Неясно, зачем, почему, как с дужи. Ушла и пошла, идет, мальчишка сидит на скамейке, думает, все думает и делает. Я за временем не слежу, так что мне нужно прогонять, скорее всего, не будет. Потерпи еще минуты четыре. Все надоело, все постыло, и больше не халду иду. Ко мне пришли пустые стулья, свою устроить чехарду, столпились, сгудились, стульлились, без скрипа, без скрипа, и не столько здесь, как будто мы из сказки, из страны свиданичных чудес. Ну и пускай, а я согласен, я понимаю, знаю я, вот этот дух, этот ясен, мои последние друзья. Андрюша, а ты помнишь, как легковым человеком пустит тюлень? Как легковым человеком это моя пенсия. Как твою пенсию тюлень? Да, это пенсия на самом деле. Пообщей даю намотиву. Брел по лесу один олень, Совсем не знал, что он тюлень. Был по морю один тюлень, Совсем не знал, что он олень. Живем, своих не зная мест, не понимая, кто мне есть. Можно я скришнусь еще чуть-чуть, смотря на меня. Если выдержу зиму, то ради Москвы, ради нашей любви и весеннего здрасте, я прыщок уроню между листьев травы и свинок в магазину. И вот оно, счастье. В этом солнце, заложенном заворотник, то и на пузе завязанной синей ковбойке. Будет что-то от песни проесть только миг заугольной, шестнадцатигранной покойки. В этом будет арбате, классический шик, проблевавшись, ничью не забрыгнуть в рубашку. Перед смертью вспомнил о чеческом вжих, как матери звали детей на степашку, как хрустела земля в пряченном ноже, как писали как бедные чакки в бутылке, как хотели поссать меж гнилых гаражей, а не красные стены земля и бутылки. Заделались герои клоунами, а клоуны пошли в героя, и вспоминая время онами, расчесываем геморрои. Моя страна, единство разных, кто был в подвале, кто был крышей, земля носов от водки красных, земля голов от крови рыжих. Как приятно в апреле сидеть в ноябре, улыбаясь загадочно птичкам. Это точка, а может быть точка церей. Это слишком, с еще каким лишком. Посидеть, собираясь на задницу пыль, ее на финиш и медоконечник. Мне пришла смс-ка на площадь борьбы. Я ее не услышал, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а еще осталось. Я скажу одно, мои соколики, общим с вами воздухом дыша, вырасту и стану алкоголиком. К этому лежит моя душа. Вырасту и стану хулиганчиком, обрасту статейным бахромой и навеки прибежусь авкашинка, только не в поэта, боже смой. Вырасту и стану инвалидом я, тихо шаргать ножками в собес, изыдка негадана, невиданно, падая в соцветия небес. АПЛОДИСМЕНТЫ Посмотри в мои мертвые очи, пусть не первый, а все-таки сорт Станиславский. Последний разочек вей, как шли мы по трапу на борт. Звезды капали кровью из рамки, мы галактиком стали судьбой, мы познали вселенную изнанку, Млечный Путь нас вводил на убой, нам Венера сочила нектары, а потом она просто дала. И галактика делалась старой, и Сверхновая делалась старой, исследовала наши тела. И на самой враждебной планете нас пускали в любой ресторан, в социальных цернях, в сетях, в интернете налогинились Ким и Буран, и чужие скребли по обшивке, а в скафандрах мы прятали шлюх, но от скрути, а не по ошибке, мы открыли неправильный шлюз. И тогда шиша умышлённым Богом, и тогда любимым Богом земля, а когда мы увидели Бога, как мы били за борт корабля. Андрей Чемоданов. Друзья, у вас сегодня есть редкая возможность уйти отсюда с дисками и книжками тех прекрасных сочинителей, художников, которых вы слушаете с этой сцены. Вот, потом это всё разойдётся, и в гиперрионе вряд ли что-то останется, поэтому ловите шансы. А я хочу сказать вот что. Сто лет назад, когда Сергей Труханов пел своему духовному учителю Алексею Тюматкову песни на стихи Михаила Кукина, Лёша был уверен, что никакого Кукина на свете не существует, что это сам Серёжа тайком пишет стихи под таким псевдонимом, и получаются дивные такие песни. Но оказалось, что Михаил Кукин на свете есть. Оказалось, это осенью, потому что я с ним познакомилась лично в Мюнхене на прекрасном фестивале, и вот сейчас мы вам его покажем. Потрясающая история. В афише сегодняшнего вечера были перечислены, кроме фамилии выступающих, ещё какие-то удивительные названия. на собаках, алконост, всё мифологические какие-то слова и темы какие-то. И, среди прочего, там было такое слово, может быть, совсем непонятное, куфёга. Ну, я, поскольку как бы за это слово отдуваюсь, да, здесь сегодня, я, в общем, пару слов скажу. О чём речь? Поэтическое содружество куфёга существует на самом деле достаточно давно, но ведёт себя просто неактивно. Вот. Предпочитаю, как бы, такой домашний формат. Название это составлено из первых слогов фамилии трёх человек, трёх друзей, трёх поэтов куфёга, кукин, фёдоров, гадарь. И я сегодня от лица куфёги здесь выступлю. С благодарностью, Оля, спасибо большое за приглашение и с тебя с днём рождения, конечно, поздравляю. Ты здесь? Да? Ура! Вот. Просто свет бьёт в глаза, всё, теперь я тебя вижу. Вот. И, конечно, как честный человек, я не только свои стихи почитаю, но хотя бы по одному, по два стихотворения прочту ещё и своих друзей, поэтов Фёдоровой, Гадаева, чтобы куфёга была как представлена полноценно. Вот после Андрея Чемоданова мне кажется, очень уместно было бы начать с стихотворения Игоря Фёдорова. Что-то такое есть, какая-то такая эстафетная палочка от эскимо между ними какая-то есть. Книжка стихи Игоря Фёдорова. Так и называется, собственно. Снег, не снег, такое крошево, сыпется, а не летит, аппетитно под подошвами, под моими он хрустит. Я пока спускаюсь с горочки, предвкушаю на ходу, так же будет после водочки огурец хрустеть во рту. Это Фёдор. А ещё Фёдора Гадавы я посчитаю чуть попозже, а сейчас специально по просьбе новорожденной для Оли специально исполню. Исполню одну вещь. Муза, приди, помоги, дай поведать далёким потомкам, как меня Дима Шумилов яичницу делать учил. Лук для начала берём не крупный, не мелкий, но средний, и обдираем с него дочисто всю шелуху. Лук измельчить на дощечке, потом зачерствелого хлеба, чёрного, взявших кусок пальцами левой руки, вправый по-прежнему нож, на той же дощечке дорезки режем на кубике хлеб. После петрушки пучок и базилик и кинзу под краном промыв, отряхнувши, режем всё вместе опять же, но, не мешаясь другим, горкой зелёной лежать оставляем, к примеру, на блюдце. Первое дело готово, можно уже закурить. Курим за дымом табачным, следя невнимательным взглядом, многое вспомнишь, о многом задуматься сможешь теперь. Впрочем, труды-то стоят, загасив сигарету, за дело, снова пора приниматься. Кружку большую найди, выбей туда два яйца или три, всё зависит от кружки и от размера яиц. В кружку плеснувшей воды вилкой взбиваешь и это готово. Теперь сковородку выбери и если надо вымой её. Наконец, спички со спичками тугом. Как правило, кончились спички. Можно сходить в магазин или к соседям зайти, но, проявляя сноровку, попробуй зажечь зажигалкой. Чиркни и руку отдёрни сразу, а то опалишь. Если ты с третьим этапом справился, ставь сковородку. Масло налей, не жалея, кубики хлеба и лук на сковородку ссыпай и следи, и когда ты заметишь, что золотистым почти сделался лук, помешай. Яйца пора выливать, выливай их из кружки по кругу, сразу потом посоли, зеленью сверху посыпь, крышкой накрой и огонь убавив, закуривай снова. Утро сияет какое, светом заполнена вся кухня, немытые стёкла и тени мешают, посуда радостно, ярко блестит, чайник собрался кипеть и запевает свою песенку, и холодильник тоже довольно урчит, стоп, в холодильнике есть клинского пива, бутылка, холодная, самое время, реанимация едет, как обрывален, шутил, выключи газ и крышку снимем, что ты видишь, красиво и вкусно, в толстый стеклянный стакан янтарного пива налей небо, вставай за окном куполом синим бездонным день, распахнись, принимай, встреча с тобою готов, тот, кто соделал всё так, всё в точности, как научает эта поэма, читатель, время стрелою летит, щиплет нас за ухо смерть, заметил однажды Вербилий, но и на смерть есть управо, в частности, этот рецепт. Вербилий. Костя Гадаева. Только в воздухе остался парфюмерный аромат. Я пошел своей дорогой за бетонку по грибы, Расмышляя понемногу о превратностях судьбы, Что-то о судьбе я думаю, что и сам я не пойму. Знаешь, этакие думы, непостижные уму, Что-то о свободе воли, о начале всех начал. Как перешел я в поле, вовсе думать перестал, Просто шел с пустой корзиной, с сыроежками двумя. По лесной дороге длинной, папироской дымя. Спасибо. Вот эта книжка, из которой я сейчас читаю стихи, называется она «Состав земли». Это такое, избранное за 20 лет, которое я составил, Вышло в малом некоммерческом издательстве Николая Филимонова. Я несколько книжек, шесть, кажется, привез с собой. Если кому-то будет интересно, Я после концерта смогу как-то подписать желающим. И я, собственно, хотел сказать два слова. Тут есть такой цикл внутри, называется «На дачу у Ивановых». Он написан, как бы сказать, действительно на даче, Действительно у Ивановых. Это все с натуры. Вообще мой метод такой документальный, скорее. Я не люблю придумывать. Но вот эти стихи, они... Там чередуются какие-то античные мотивы, Какие-то мотивы современные, дачные. И вот это первое, которое я вам прочел сейчас, Про послание Костя Гадаева из этого цикла. Оно как бы современное, да? А античное вот следующее такое. Встарь, когда в Троаду мужи Данайи На своих судах остроносых быстрых В ярости примчались, Сверкая медью шлемов пернатых. И когда рубились в долине Ксанфа, Резали, кололи, дробили кости, Падали в грязи, зажимая раны, С жизнью прощаясь. И когда ворвались в оград приама, Зажигали кровы, ломали двери, Женщин и добро из домов тащили, Кровью убившись. И когда потом на пути обратном Их бросала буря от брега к брегу, И кого топило, кого о камни било с размаху. И когда немногих достигших дома Поджидали вести о злых изменах И встречали яд и удар кинжала В отчем пределе. Думали они, что не даром жили, Что потомки будут их славить вечно, Что подобна жизнь метеору в небе Ночью осенней. Электричка вечерняя, полупустая, На стекле мутноватом, пыльца золотая, На рубашке моей, на твоих волосах, На оставленных кем-то газетных листах. Электричка по насыпи едет, Как будто утопая в сиянье. Четыре минуты все просвечено Ярким закатным лучом, Но кончается насыпь опять бурелом, И угрюмые ели, супчатые стеною, Замелькают в немытом окне предо мной. Закатный диск, как в горне, раскален Над черными осенними волнами, Дидона покидает свой Сидон С азийскими прощаясь небесами. Прекрасные глаза полны тоски И в паруса, привыкшие к разбою, Восточный ветер ловят моряки, И мчатся за неведомой судьбою. Дидона слышит чаек за кормой, Ей чудятся и жалобы, и стоны, Ей холодно, ей хочется домой, Ей тяжек гнет возложенной короны. Заката полыхающий костер Все выше раздувает ветер жгучий, И в небесах начертан приговор По краю тучи молнии летучий, Вперед, вперед, на запад, Вопреки знаменьям, без надежды на спасенье. Прекрасные глаза полны тоски, Кипит волна, и все же сквозь волненье Вперед, там ждут высокий карфаген, Любовь и смерть, багровый облак дыма, И основанье деревянных стен Какого-то пастушеского Рима. Спасибо. Лай собаки, извяканье велосипеда, Вопли детской игры, Затихающий стук электрички, Кассета любэ у соседа, Шум листвы над участком, Какой еще звук, я забыл помянуть, Бармотанье дневное, Радиолы под стопкой журналов в углу, И жужжание мух, одуревших от зноя, Щебет птицы в ветвях, Молоток и пилу через улицу где-то, Тарелок и ложек характерное бряканье, Скоро обед. Вот Сенека писал, Что он слышать не может, Шум толпы за окном, Что спасения нет, От забывшего стыд, От горластого Рима, Рукомойник бренчащий И шелест воды, И гуденья шмеля, Пролетавшего мимо И свернувшего к нам На кусты резидент. Подружки к дочке набежали, Скакали, по ведру стучали, Потом отравленное зелье Из бузины приготовляли, Потом лягушку притащили, Но, слава Богу, отпустили. Потом писатель раздраженный, Я им сказал, чтобы не вопили, И шли играть к себе в шалаш. Итак, продолжим. Карандаш в руке, Тетрадь открыта, Песня меж тем не льется, Хоть ты тресни. Ко звуку, в общем, звук не идет, А в шалаше возняк идет. Вот сижу, задумавшись, Глубоко, как гадко, как одиноко. Смокли лягушки В заросшем пожарном пруду, Густо засеяно звездами Черное небо, Старые яблони В мокром осеннем саду Подняли вверх Оцаревший, Испутанный небо. Лампа на нашей веранде Наверно видна, Издали в этой почти Обустевшей вселенной. Бочка налита с краями, Вода в ней темна. Бросишь окурок, Он гаснет в потенках мгновенно. Сядь на колени ко мне, Стало холодно здесь, Все здесь печально, Все только и помнит о лете. Это крыльцо и кусты, И намокшая жесть, Этот комарик случайный, Последний на свете. Так обними меня, Ляжем, прижавшись во тьме, Дождь застучит на рассвете По шиферной крыше, Скрипнет ступенька, Ты что-то мне скажешь во сне, Я буду спать, И уже ничего не услышу. Кончится осень, Березы простятся с листвой, Грянет зима, И снегами завалит округу. Мы будем спать, Мы сроднимся с подснежной травой, Тихо дыша и во сне Согревая друг друга. Посвященная МК стихотворению. Утро гремит у подъезда Широкой лопатой, Греет моторы, Стоит, напевая под душем, Лоб поднимает над жаркой подушкой Измятой, Пудрится, мылится, Душится, волосы сушит, Ложечкой звякает, Наскоро чистит ботинки, Скверик выводит собаку И красит ресницы, Маслом ложится на хлеб, Бьет ладонью будильник, Льется из крана, Над чашкой кофейной дымится, В мутное небо рассвет выпускает, Грохочет мусорным баком, Буксует на льду, Вызывает лифт И включает приемник, И в школу не хочет, Кашляет, лезет в автобус, Ключи забывает И настигает во сне Сколь угодно глубоком, Бреется хмуро И пастой зубною плюется, И от плеча моего Твою теплую щеку Силится все оторвать, И ему удается. Ночь, я стою возле Пушкина На Тверской, Посреди потоков людей и машин, Я вижу, как льется тяжелая нефть, Эта древняя жизнь возвращается в жизнь, Качалки и трубы и переработка, Продажи и пошлины, Сборы, офшоры, Безнал, открутив свои сальто-мортале, Шурша превращается в нал, Зарплаты, откаты, кредиты, Витрины, кафе и костюмы, Да, мне капучино Стекает в утробу, Сгущается в завтрашний кал, Я стою посреди перегретой Москвы, На пороге голодного века, В жерновах, растирающих время в песок, Я вижу бескровный, Застегнутый наглухо запад, И пляшущий, залитый кровью, В притык уже ближний восток, Я всю жизнь размышляю, И внешне я жду светофора, А внутреннее чудо, Прозренье, виденье, Потому что другое уже не поможет, Потому что мы солнышко по уши В этом говне, Я стою, ты брезгливо молчишь, Но и мы продолжаем движение, Мы в потоке, И мы продолжаем движение, Развернуться нельзя, Уклониться нельзя, Нету места, Чтоб встать в стороне. Ну, стихов много, Надо что-то выбирать, Выступление небольшое у нас, Ну, вот такое, Еще одно посвященное МК, Тут звучала такая тема, Алкогольная, Весна, говорит, алкогольная, Я тоже немножко добавлю, Я тебе принесу Ночной городской еды, Крылья из KFC, Чипсы и шоколад, Мы сядем с тобой за стол, Тихие, тише воды, Послушаем, как времена Листвой за окном шуршат, Заваришь китайский чай, Выложу снеть на стол, Чокнемся за любовь, За детей, за друзей, Опальный телеканал, СР, либерал, нацбол, Покажет свой баскетбол, Вечных тем и идей, А снег где-то там, Где Ла-Манш сжимается В па-де-кале, Где пьет Кальвадос, Нормандия, Эльзас, Гевюрт, Страменер, Снег оттуда придет, Прижмется к русской земле И изукрасит наш двор На японский манер, По темной плывя в воде, В сонной ладони ладье, Узкой ладони ладье, Сквозь горький воздух земной, Что ты чувствуешь, солнышко, Где звезды и берег где, Куда мы с тобой плывем Вместе с нашей страной. Игорь Федоров. Утреннее такое стихотворение. Мне теперь кофейку, Кофейку бы, И зачем мы вчера, Ведь слова это только слова, Ведь слова как вода Огибают упрямые формы, Пропетов, мостов И опорных колонн Протекают, проходят. Над ними невластен закон, Невозможные угрозы, Реформы. Только грозы возможны Из пьяну ввалившейся В окна озон И упругий гудок электрички, Бегущий к тому, Кто стоит на платформе, Упираясь затылком В звенящий тугой небосклон. Ты прости, я не то говорил, Огород городил, Сам себя раскрошил на куски, Нинчи сухость такая, Как будто торфяник горит. Ох, горят мои трубы, Я из глины, Колодец в пустыне, Моя пересохла гортань, И куда я собрался, Поехал в такую-то рань, Только фраза одна, Как значок ожидания загрузки В окошке Ютьюба. Если жахнули рому вчера, То ли попросту много, А то ли пошел не туда, Говорят, ведь в народе, Не пей молодого Сантьяго де Куба, Семилетний Аньехо, Как минимум. Впрочем, опять, Не про то, не туда, Знаешь что, Мне сейчас кофейку, Тафяку, Тафяку бы. Еду с работы, Как вы, друзья, Полночь, конечно, Но вдруг Рюмками дружно, А рюмки звеня, Где-то пирует наш круг, Может, у Кости, У Фети навряд, Может, у Коли, Хотя, Слышу отсюда, Как споры гремят, Хохот, Минуту спустя, Едет и едет Подземный вагон, Ладно, я что, Ничего, Мне остается Один перегон, Надо проехать его, Выйду под розовым Небом зимы, Гляну на глянцевый Наст, Смотрит с плакатов, Мигает из тьмы Время, Сожравшее нас. Оля, Как со временем? Сколько у меня? Одно? Заявку? Ну, После основной программы. Я тогда прочту Еще одно стихотворение, Самое, может быть, Оптимистичное В этой книге. А нет, Пожалуй, Другое. Это, Знаете, Там просто есть Повторяющийся мотив, Мне не хочется В коротком наступлении Повторять Так близко Одно и то же слово. Я прочту Такое стихотворение Тоже из этой книги. Когда в душе Покой и тишина, Не забывай о том, Что жизнь страшна, Что так же кратки Эти вспышки счастья, Как фото вспышки, Что вообще Разлад нормален, Что и в самый Миг объятья Ты одинок, Что ничего Назад Не возвратить, Что впереди Провалы На истинном Казалось бы Пути, Что легче пасть, Чем этот груз Нести. И главное, Что времени Так мало. Спасибо. Жду ваших Распоряжений. Я хочу попросить Конкретное стихотворение Очень известное, Просто очень дорогое. Мне суждено Мирить, Которое Оттанчиваться На допуск. Ну, я поэтому Решил от него Увельнуть. Не удалось. Такое впечатление, Что да, Что книга Пестрит Названиями Импортных Алкогольных Напитков. Это не так. Хорошо. Ой, можем мы прочесть По заявкам. Да. Мне суждено Умереть. Тебе Суждено Умереть. Не так, Как раньше, Когда мы На треть Моложе были. Когда Философски Смотрели на это, Как учит нас Эрвин Пановский. Вот Кувши Напрокинуты, Вот Упавшие Лепестки. Такие там Лепестки, Шприцы, Ночные горшки, Памперсы, Утки, Таблетки Горстями. И попробуй Вспомни, Что были гостями На долгом Счастливом Празднике. Удержи Благодарность Хозяину Дома. Нет, Ты скажи, Вместо За что Спасибо За все. И перед Разлукой Подожди еще Чуть. Не отнимай, Пожалуйста, Руку. Да, Помолчи, Просто За руку Подержи. И Посмотри, Занавеска, Видишь, Вздувается, Вот и Баргези Сады Золотые, Вот апельсины, Розы, Флоксы И яблоки. Здравствуй, Сухая, Прохладная Осень, Море Эгейское, Альпы Над озером, И на террасе Пустые Стулья Плетеные, Легкие, И мы их С тобой Переносим Ближе К перилам, Чьи-то Фары Мелькнут На дороге За черным Утесом. Полночь Пахнет Костром, Прелым Листом И молодым Кальвадосом. Михаил Кукер! Можно о госпиттворении Кости Гадаева прочесть. Федорова я прочел одно, жалко, хотел бы прочесть двадцать или тридцать. Федорова вот как он на пеньке сидит тоже обожаю. Но я много у него любит. И у Гадаева, и вообще много любимых меня поэтов. Если сейчас начнут читать, то меня вынесите отсюда. Я прочту одно стихотворение Гадаева и еще одно Федорова, чтобы кухня прозвучало как-то полноценно. Хоть чуть-чуть. Развернут. Константин Гадаев Снес на помойку емкости покончено с зимой безалкогольной легкости пошли мне Боже мой. Ведь слушал вроде Баха все, о главном говорил, а в общем целом Бахусу и одни свои дарил. С безалкогольной легкостью хочу весну прожить. Не Бахусу, а Логосу я присягал служить. Пошли воскресные радости проспавшейся душе. Пошли мне по адресу. Иду, пошел уже от малодушной плохости валяний на тахте до безалкогольной легкости в походке и стихе. Это вполне традиционно. Вообще, если вам интересно, просто наберете Константин Гадаев в любом поисковике получите ссылку на журнальный зал и в журнале Знамя прочтете множество его стихов. Особенно рекомендую подборку последнего 18-го года в первом номере Знамени в Январском. Потрясающие новые стихи. Ну и с тех пор еще новые написаны стихи. Это не последнее, что Костя написал. А Федоров такой будет на качестве десерта. Я даже не знаю, что выбрать. Так много хорошего. Ну ладно. Вот это. Пропинем. Пропинем. В кухне утренней светло. На плите шкварчит глазунья, поле снегом облитом, словно булочка глазурью, что под кофе хороша, запоздалыми утрами, и любуется душа на пейзаж в оконной раме, где под солнцем снег лежит, и глаза слепит до рези, где подтянутый и трезвый лыжник краешком бежит. Спасибо. Ну, Коль, теперь я слово передаю тебе. Это на счастье. Не нужно. Памятник поэту, у него теперь взгляд на голове. Вот я посижу, встану и поеду к тайному дружку. В стопочке на две тайный мой дружок любит эти встречи, так что взгляни памятник и сквер. Вот уже открыл, вот и добрый вечер, старый хулиган и пенсионер. Запах там подка, ступка и беседа, сколько в этом есть крок красоты. Помнишь, мы с тобой перебрад победу, помнишь, мы с тобой пили до святых, пили до святых синими глазами, с белыми руками, в белых рукавах. Помнишь, как они все нам рассказали, знать бы нам теперь, что там за слова. мы с тобой тогда лыку не писали, только любовались ликами святых. Мы два дурака хлопали глазами, думали, что все звали понятых, звали понятых, тени отсыпались, мы бегали по дому сальчиком внутри, а они тогда все нам рассказали, все про что с тобой будем до зари. Очень поле глаз, я уже не первый гость в твоем дому с водкой на столе, я тебя люблю, знаешь, старый перец, мы с тобой всегда будем на земле, будем на земле, травкой или цветочком, камушком в пруду, рыбкой на крючке, только говорят, это так не точно, равно как и все в нашем городке. У тебя сосед, яблони и сливы, у меня любовь, город и цветы, мы два дурака, мы живем красиво, только нам с тобой скучно без святых, скучно без святых, с синими глазами, с белыми руками, в белых рукавах, помнишь, как они все нам рассказали, знать бы нам теперь, что там за слова и славы, что там нет, и славы, как и все нам вот Оля сказала, что последняя песня должна быть вот Я видел американский ремейк испанского фильма А колонизатор мимо Джамейки шел корабль Команда наелась, транквилизатор один лишь был Его звали, он не пил, он не ел Ремейка История Знакома до слез, но волнует, как первый раз Здравствуй, остров Виктория Большая земля больше не ждет нас Что же ты, Эл, с друзьями не курил, не пил, не ел Транквилизаторы Эл отвечал между собой Друзьями не могут быть колонизаторы Парни будут История История Знакома до слез, но волнует, как первый раз Здравствуй, остров Виктория Большая земля больше не ждет нас И вот на остров выпросила волной Труд молодой прямо к ногам той Судьба ему не предназначена Пока он был живой Пока он был живой Когда я еду после кино Вокруг индустрия, грохот авто И я понимаю, что я не тот И то, что вокруг тоже не тот Я слышу волоса И жилория Отмель Коса Виктория Моя Матерь Дианка Отец Небеса В руке моей банка Речина В трусах Ремейка История Знакома до слез, но волнует, как Первый раз Здравствуй О, здраво Виктория Большая земля Все еще ждет нас Все еще ждет нас Все еще ждет нас ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, друзья! Поздравляем вас с весной И со всеми прекрасными праздниками, которые уже прошли И которые наступят Мы вас любим Как хорошо, что мы друг у друга есть Спасибо вам огромное! Спасибо! Живите хорошо! Еще встретимся! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ЭТО ОПЛОДИСМЕНТЫ